сегодня ты пройдешь курс от меня лично и пойдем он реально расскажет мне про поэну наконец-то стоп это же то самое место из моего сна на главной же площади стоит портал маги заскинт открывают его в любое измерение вау а я туда могу интересно пройти да делаем ставки дамы и господа какой мир звучит натуральнее королевский или же сонный междумирье почему я об этом задумался сейчас все объясню а вообще всем привет дорогие друзья ел ложка добро пожаловать в голос времени поехали и снова всем привет дорогие друзья ел ложка добро пожаловать в голос времени в котором объективизация натуральности реальности сильно переоценена но если серьезно то еще совсем недавно из-за глюков по типу метеорита зомби людей смены дня и ночи я бы сказал что этот мир глупая иллюзия но он уже в предыдущей серии принцесса поведала нам целую историю про то как ее отец король сошел с ума погружая свое королевство во все больший хаос знаете почему он сошел с ума первое он потерял жену и дочь и второе потому что в его голове завелись вредные паразиты чуть ли не управляющие сознанием эти же паразиты вызывают приступы галлюцинации в которых может мерещиться что угодно кошмары метеориты люди зомби да вы все правильно поняли те же самые симптомы что и у меня короче что думаю я либо нас пытаются запутать и выдать ложь за истину либо ей правда чем-то заражен трэш какой-то окей в любом случае сейчас у меня есть более понятная тема зачарование как вы знаете в этом сезоне я могу зачаровать все выше своего значения например вы наверное думаете максимум эффективность 5 но нет в этой сборке максимум эффективность 10 то же самое с добычей в обычном майнкрафте это третий уровень а здесь 8 за все эти зачарования в чародейском столе отвечает показатель этерна магическая энергия влияет на мощность и стоимость чар мне это надо по-любому прокачивать и я знаю как сейчас у меня морская книжная полка 1 дает этерну плюс полтора максимум можно накопить 22 с половиной но мы ее ломаем и крафты проверяем морскую книжную полку можно улучшить до наполненный морской книжной полки понадобится этерна 22 с половиной так а у меня сейчас сколько проверка 21 то есть мне нужна еще такая же полка потребуется призмариновые кирпичи есть бутылочка воды есть любая книжная полка забираем и остается только иглобрюх окей ловим рыбу вау с первого раза спасибо соединяем морскую книжную полку получаем куда-нибудь сюда выставляем и 22 с половиной получаем ауе так пойди я теперь могу стоп а каким образом я зачарую если мне нужно поломать эту полку она же сама и зачаровывается то есть мне нужно еще одну создать но у меня больше нет ингредиентов я ненавижу такие моменты так лан давайте поспим вот а господи а я еще думаю чё за черный экран ладно странный переход я слушай ты кажется прямо совсем не понимаешь куда попал даже не попросил улица вчера ключ от своего номера а чё можно было что ли ладно проехали радуйся что у меня такая репутация что к тебе никто не решился вломиться и кстати как прошла встреча со шрамом представляешь сегодня вся паэна гудит что глава контров получил от новенького шкуру чупакабры лис говорит что воры на ушах стоят спорят кто сможет эту драгоценность выкрасть я не знаю конечно как ты вчера разыграл свои карты но многие контры уже горят желанием пойти с тобой на вылазку а тебе же еще даже форму не выдали но и кстати ближе к делу пока ты дрых приходил павел твой будущий наставник мире контрабанды я его отправил наставлять мышей в подвалах чтоб что но он же мой наставник почему да потому что если он тебя не смышлёныша начнет сейчас поучать то быстро выяснят что ты ничего про этот мир не знаешь и тебе просто выкинут случайном измерении а я как бы за тебя поручился какой же это удар по мне будет а именно поэтому да сегодня ты пройдешь курс от меня лично им чтобы все происходящее не было для тебя каким-то огромным открытием пойдем вау он реально расскажет мне про паэну наконец-то стоп это же то самое место из моего сна то так ладно давай рассказывай ну так давай садись рядом сейчас расскажу только прошу тебя постарайся не свалиться окей хорошо а как сесть ты наверное помнишь я говорил что между мире по всем законам физики не должно существовать и вот та гигантская башня которой ты видишь перед собой причина и оплота этого места мы живем в ужасной реальности ложкой тебе же так зовут да я все правильно спасибо но в общем кем бы ни были боги этого мира чувстве юмора им явно не откажешь башня перед тобой главный кошмар всех мироходцев причем ложка я серьезно в буквальном смысле там живет несчастная фарагонда некая могущественная волшебница которая к сожалению родилась без искры это просто ужасно что зависть может сделать достойным и великим человеком фарагонда представляешь захотела заполучить себе силу мироходца о чёрт ты представить себе не можешь сколько людей готова отдать кучу денег власти и драгоценностей за те способности которые достались нам просто так да фарагонда наняла целую команду лучших ученых магов даже оккультистов и нашлись даже мироходцы которые согласились ей помочь честно признаться ложка я не знаю как им удалось создать пространство в этой пустоте мне даже кажется что это могут сделать только боги но нет они реально построили эту башню и это единственное место откуда мироходец не может сбежать силой мысли прямо сейчас приспешники фарагонды ловят всех мироходцев по всем измерениям и заточают их здесь в башне после чего запускается процесс калькуляции и стоп процесс калькуляции ребята самая первая серия этого сезона помните я появляюсь в какой-то белой комнате мне говорят про какой-то процесс калькуляции и потом мне говорят беги все то есть получается в первой серии я был в этой башне ни хрена себе и ложка ты чего неужели ты знаешь что это такое а даже такой вопрос так и как ему ответить вообще по сути я сталкивался но при этом я не знаю что это такое поэтому давайте ответим так у меня тут кружечка сейчас подождите ребят юбер то еще пролью чайчик так короче я ему отвечаю нет ну тут все просто при помощи эмпатической магии усиленной особым строением башни фарагонда вычисляет твой самый большой страх а потом заставляет тебя проживать его раз за разом дело в том что в наш орган межпространственного перехода встроен защитный механизм безусловный рефлекс и когда мироходец испытывает сильный страх его искра активируется чтобы перенести своего носителя в безопасное место а поскольку переход возможен только если ты выходишь из какого-то мира а между мире это как знаешь не мир раз за разом искра активируется впустую однако вся энергия которая высвобождается этой искрой никуда не девается и как ты уже понял фарагонда научилась собирать ее она собирает эту долбанную энергию в свои долбанные флакончики а потом тщетно пытается использовать для своих чертовых переходов когда мироходцы которые сначала помогали фарагонде узнали о ее методах они сразу отказались от сотрудничества кто-то из магов научил других магов открывать сюда порталы и как я уже говорил тебе ложка это место очень быстро стало притоном для сомнительных мироходцев и кстати еще о фарагонде она единственная кто не обладает искры в между мире конечно возможно какая-то сила не все-таки есть потому что остальные скажем так короче между мире она хоть и пригодна для жизни она все еще остается частью пустоты помнишь и когда обычные люди эльфы гоблины гномы так кто угодно пытаются попасть сюда пустота их просто разрывает изнутри фу видал я такой один раз надеюсь он был последним ну и собственно что я могу тебе сказать ты понимаешь в чем иронил ложка мы реально считаем своим убежищем единственное место во всей вселенной где мы все бессильны и каждый кто живет здесь постоянно видит напоминание об этом бессилии но справедливости ради и фарагонда тоже ничего не может сделать против нас поскольку между всеми гильзиями есть договор о сотрудничестве то все попытки колдунь и наслать на нас свою армию всегда проваливаются поэтому последние десятилетия она перестала пытаться лезть по и ну он продолжает отлавливать носители искры в разных мирах хватает их по одному о и у меня даже вопросы так что происходит с теми мироходцами кто к ней попадает она использует их бесконечно а вот это не вопрос какая-то ерунда вся эта история я вот был бы не против избавиться от этих своих способностей не верю что кто-то так сильно хочет их получить или вот это почему же тогда кто-то продолжает здесь жить почему не создать такое же место где не будет башни наверное самый интересный вопрос это что происходит с теми мироходцами кто к ней попадает фарагонда использует их бесконечно нет 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 каждый раз когда искра мироходца срабатывает она ослабевает совсем немного едва заметно и в обычной ситуации мы этого даже не замечаем здоровый сон прогулки на свежем воздухе да даже небольшая передышка искра просто восстанавливается но в этой башне мироходец находится в кошмаре все время его искра просто не успевает восстанавливаться и в конце концов гаснет помнишь гномиху которая просила тебя вчера помощи да я помню а так это было гномиха вот она что то есть тут реально прям разные расы так давайте напишем да помню вот она-то как раз одна из погаших или как их здесь по-другому называют дасков даски это мироходцы которые прошли через башню и утратили свою искру и больше не могут выбраться из междумирья но черт я это говорю и просто невыносимо когда ты всю жизнь мог свободно передвигаться по мирам мог отправиться просто силой куда угодно а потом тебя забирают в этой долбаной башни где твой худший кошмар не просто воплощается в реальность он остается единственной твоей реальностью и все это время ты чувствуешь как медленно капля за каплей самое важное самая дорогая часть тебя отмирает ты чувствуешь будто свет радость надежда они покидают тебя и когда от тебя уже ничего не осталось твой стержень сломлен тебя выбрасывают на улицу на съедение местным тварям и единственный твой шанс выжить добраться до паэны дал ложка даски в паэне это низший слой общества и при этом они не могут покидать паэну потому что без искры их просто разорвет на части помнишь даем и вот именно поэтому они носят специальные ошейники чтобы никто не вздумал тянуть их портал эти ошейники останавливают дасков от любых телепортаций ты должен запомнить ложка погашем тут не принято помогать с ними не разговаривают с ними не дружат и с ними не работают если кто-то увидит что ты водишь дружбу с даском твоей репутации конец но знаешь мне кажется что их просто бояться то башня далеко но все же маячит гигантским напоминанием на фоне все знают что там какие-то мироходцы проходят через ужасные страдания но это как будто про других каждый думает что он никогда там не окажется а вот когда ты заглядываешь в пустые и погаши и глаза даска башня становится чем-то более чем реальным обалдеть как жутко так стоп а ты куда так что ложка если тебе не хочется выделяться постарайся даже не смотреть на погаших окей ну ладно знаешь что это совсем грусти нагнал да давай-ка лучше тебе про гильдии расскажу гильдии у нас всего 5 контрабандисты это кстати теперь твоя в том районе ты уже был так же ты у нас получается был в магическом квартале его еще называют лазурная гавань это единственный квартал куда можно всем жителям поэны на главной же площади стоит портал маги заскинт открывает его в любое измерение вау это было прикольно там же кстати все и торгуются он тут роскошный квартал принадлежит торговцам специями зовется золотой город ты даже представить себе не можешь насколько они богаты эти торговцы как ни странно торгуют различными пряностями между всеми мирами представляешь есть миры где люди ни разу не пробовали гуруш обалдеть да и вот на этом эти пряностники как раз и зарабатывают в своих мирах почти все важные политики и серые кардиналы мерзкие отвратительные типы большинство досков работают и них за мелкий скинд и выполнять все их поручения так ладно за мной смотри вон тот красный квартал это мертвый город там живут убийцы если что это самая малочисленная гильзия они почти не принимают новичков и запомни они очень и очень опасные понял так хорошо а что такое и вот собственно вот этот последний квартал утопающий в зелени называется злачная роща здесь живут воры лис которым ты уже имел возможность немного пообщаться как раз один из них признаюсь честно как по мне воры в этой дыре самая приятная компания да они хоть и хитрые но до невозможности веселые ребята отдыхать с ними сплошное удовольствие только надо очень надежно прятать с ними кошелек о чёрт слушай а чего то мы с тобой заболтались точнее я заболтался знаешь ты хороший собеседник лу ложка такой молчаливый а мне старику такого очень не хватало надеюсь мы с собой подружимся я кстати договорился с вышибалами на входе у тебя хоть и нет пока что формы но они тебя пропустят без проблем о пасиба так а я же надеюсь что не забыл свое обещание ложка я свою часть сделки исправно выполнил надеюсь в ближайшее время и ты расскажешь как здесь очутился но ладно это уже в другой раз мне пора удачи это я тоже в город хочу давай вместе хоть пойдем интересно куда он пойдет и могу ли за ним проследить стоп это же то самое место где на меня доска вылетел гномиха то самое это они будут в таких домиках живут о господи так мне сказали не смотреть на досков и ой я дурак его пропал ладно ох ты здравствуйте а здесь сегодня поживление чем в предыдущие разы короче нас познакомили с городом рассказали про разные районы и выразили симпатию ворам контрабандист идет о неужели ему реально сейчас откроют ворота смотрит офигеть и кстати это другой цвет это буквально другой цвет а я туда могу интересно пройти ладно а может быть поговорить могу нет не могу возможно это по лору в будущем откроется здравствуйте здравствуйте поболтаем нет пока что не могу поболтать но сам факт то что здесь теперь больше людей меня впечатляет вполне реально то что в будущем я смогу с каждым торговаться что-то обмениваться репутацию зарабатывать да про нее не забываем здравствуйте убийца тоже не поговорить что такое что разыскались это еще что такое 550 обалдеть вот это тут плакатики покупаю сыр покупаю вкусный сыр да мистер если у вас сыр то покупаю сыр и правда сыр 10 штук за крупицу скинта так подожди то есть можно все-таки по-разному нажимать да здравствуйте контрабандист кема сырая корольчатина сырая баранина за пять крупиц скинта стоп это же решение моей проблемы я как раз жаловался то что мне еда заканчивается так погоди а где мне взять сыр 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 ты у нас что делаешь любопытная корона фрагмент скинта 4 осколка скинта это исходный самоцвет ладно по всей видимости торговли здесь в будущем какая-то очень важная штука железный нож молоток для окна окей спасибо спасибо кстати а что у нас репутации контрабандисты 190 очков репутации все остальное пока по 150 я так понимаю то что мне сейчас нужно просто уснуть в своей комнате здорово ложкой а что здравствуйте рад видеть тебя как тебе моя таверна как комната спалось хорошо да вроде бы да все нормально не жаловался конечно кровать из лучшего дуба а окна не стекло нет бычий пузырь лучше в своем роде а двери с чистого горького шоколада ну ладно ладно шучу я и про пузырь и про шоколад и только попробуй мне дверь прогрызть не буду спасибо за предупреждение ну и так и чего в итоге останешься у меня еще на пару дней пока тебя твои не пристроят или как блин ну получается так только у меня скинтов нет как я заплачу то давайте скажем да отлично я же все понимаю только появился наверное не гроша за душой потом отдашь не переживай как скин будешь так и вернешь все давай ступай ключ только в этот раз возьми окс кстати реально спасибо блин какой добрый дяденька в ты мне очень нравишься а торговаться торговаться не могу с вами поболтать ним а не могу чел вы в стуле застряли ну здравствуй четвертая комната давненькая в тебе не был ладно мне наверное надо поспать все правильно не будем тянуть время сразу побежим до этого дома мало ли там сэдрик о сэр лу ложка кажется ваше состояние хуже чем я думала чего ты о чем все же нормально возможно паразиты пробрались ваш мозг куда глубже судя по всему вы до сих пор не полностью выздоровели сэдрик рассказал мне что во сне вас мучили кошмары я хотела отыскать вас лично чтобы сказать что помогу вам сэр я сегодня же отправлю гонца в соседнее королевство надеюсь их врачи прибудут сюда уже завтра лолошка вы сейчас единственный рыцарь во всей пропии я просто не могу вас потерять а как только траур по отцу пройдет я бы сэр я бы хотела сыграть свадьбу то есть конечно если вы будете к тому моменту здоровы ладно я пойду надо послать гонца окей то есть во первых почему ты не уезжаешь давай хризеида вперед хризеида у вас колени сломались вау это наверное первый раз когда мы сталкиваемся с таким багом а теперь пока ничего нового не произошло и пока эти лекари ко мне не приехали напомню мне нужна новая морская книжная полка и о хризеида пропала наконец-то так вот новая морская книжная полка для этого мы телепортируемся к мельнице сама мельница находится прямо около воды и вот тут тихо только воду только воду фу боже бляха не надо так рисковать так вот здесь надо найти призмариновые кирпичи вот такие данжи это конечно тоже прикольно но немного бесполезно офигеть какой корабль красивый я бы его разобрал на шерстку но как-нибудь потом призмариновые кирпичи и попадитесь пожалуйста вы правда мне нужны о еще один портал здесь обсидиан у вот это что-то интересное заберем все все выходим опа я наткнулся на тот самый данж в котором был еще давным-давно где те самые призмариновые кирпичи по сути мне как раз на одну полочку хватит 6 штуковин а мне понадобится ровно 6 идеально а тут еще кстати даже есть нормасик телепортируемся домой и прежде чем вылавливать иглобрюха проверим эту книгу подчинение заколдованный магический блок урон поблизости это что такое вата ф это что реально такое и она сама убирается хорошо произносит заклинание за половину стоимости или за весь запас маны понял то есть получается эта штука наносит урон поблизости и при этом ставит магические блоки давайте проверим на маке вам ну прикольно да это было клево я прям удивлен это лучшая книга пожалуй оставлю здесь цедрика кстати дома нет забираем морскую книжную полку и пожалуйста хоть бы мог зачаровать что подожди а как это работает то есть у меня аркана есть кванта есть этерна есть а и вот мне нужна инфузия необходимый уровень 45 у меня просто левела нет ну давайте зомби под накопим дело сделано уровень накоплен проверка до инфузия вот это я люблю да спасибо за достижение слияние с морем ухты цель достигнута углубляясь в магию зачаруйте предмет на 45 уровень ну да это про меня я могу поставим сюда и в итоге у нас 24 этерны 15 кванты и 12 арканы я бы честно говоря кванту вырезал смотрите минус 10 процентов но мы жертвуем 1 этерной крафтится при помощи арбуза 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 еще больше арбуза но займемся мы этим наверное уже в следующей серии в этой серии был реально огромный поток информации и про гильзии и про некую фарагонду и про башню и про порталов другие измерения и про районы поэтому ребят на самом деле я советую эту серию пересмотреть еще раз я редко это говорю но правда лучше наверное если вы что-то не поняли пересмотреть и помимо этого я очень надеюсь на вашу поддержку виде подписки говорю это специально в самом конце потому что только в самом конце активная аудитория собирается да да я про тебя говорю если каким-то образом ты все еще не подписан то пожалуйста не забудь нажать на кнопку каждый думает что а ладно другой подпишется но нет это не так работает спасибо большое если вы откликнулись а если вы здесь впервые то можете еще и позвать друзей а с вами были лол ложка и врачи которые ко мне скоро приедут всем удачи всем пока 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 пока